то самое случилось да я стал молчать два раза дольше ура всем советую на улице действительно очень грустно это лучше вырезать здравствуй женя здравствуй дима ты в том году записал офигенный альбом спасибо и с того момента как мы виделись произошло несколько клевых событий во первых радио джаз отметила свой альбом как лучший в прошлом году и это очень здорово и собираешься писать по порядку что тебе дает это время вообще как ты относишься к премиум конкурсом и очень музыкальный вот этой истории ну они наверное каждому можно относиться наверное в отдельности если обобщить то я думаю что в идеале спокойно нужно к этому относиться с любой стороны если у тебя что-то получилось или если у тебя что-то не получилось я думаю что в нашем случае но это точно не повод сходить с ума но повод порадоваться и как я понял ты сначала вышла новое видео у саши малича потом у тебя недавно был концерт на массы за рынке и там же была новая программа и ты объявил где-то видел в интервью что новый альбом будет поддерживать и рейнедейс да как раз после того как мы сделали вот этот сюжет ход культур потому что но ты сам знаешь ты сам участвовал это совместный проект саши малича и вы его рейнедейс и после этого уже мы начали обсуждать с лейблом соответственно возможные варианты в принципе они сделали предложение что возможно они будут заинтересованы в том чтобы второй альбом наш записать уже на их лейбле вот ну и не так давно мы вроде бы какие-то формальные какие-то вопросы уже обсудили и запись запланирована на конец ноября то есть совсем скоро уже то есть весной летом ждем я точно пока не могу говорить потому что это все зависит от ряда факторов и обстоятельств возможно еще нам неизвестных а у меня недавно вышел выпуск на тему в том числе референсов так я к тебе вопрос о первом альбоме для меня самая любимая композиция это искусство тишины и как видишь у даши тоже и тут вопрос такой вот эта идея со стоп таймом и тишиной она твоя или я не берусь утверждать что она моя она специальная нигде не слушал то есть но сейчас в принципе утверждать что-либо что это это я наверно это просто глупо потому что только всего уже написано что вот но намеренно я ничего в качестве референса не использовал и кстати эта песня вообще старая то есть я написал мне кажется лет 18 назад и второй раз когда наступает тишина я добавил еще один такт тишины это собственно единственное такое глобальное изменение которое я что самое случилось да я стал молчать два раза дольше мне сложно как-то это описать в двух словах это будет опять же это будет смесь музыки которая написана прямо сейчас и музыки в том числе чего-то что там я не играл опять же вот эти какое-то количество лет что ну опять же я откуда-то достал немножечко переосмыслил под свое сегодняшнее понимание свои какие-то ощущения и вот мы попробуем это записать и соответственно ну да это вот будет такое сочетание чего-то что вот прямо буквально там написано там последние какие-то месяцы и чего-то что на совершенно давно было записано а если вопрос про там стилистическое какое-то направление это все будет достаточно мне кажется разношерстно будут даже специальные гости ну-ка об этом позже расскажи как как сочиняешь музыку вообще это у тебя процесс спонтанный по плану по часам это наверное удовлетворение потребности то есть но в принципе но я получаю это удовольствие процессы в идеале результата да и поэтому чаще это связано с тем что например копится какие-то эмоции впечатления яркие не яркие новые не новые но вот что то такое и соответственно если возникает какая-то музыкальная идея это может быть обычный это какой-то небольшой фрагмент может быть гармонический мелодический эмоциональный то есть я не очень люблю так сказать выражаться вот этими категориями шум моря и так далее но иногда просто ну вот пока это мне неизвестно как это описать словами поэтому извините за слова типа состояние эмоции будьте добры вот то есть бывает что то вот такое и если это состояние как удается зафиксировать то песня пишется легко потому что в принципе она просто вот это состояние передает и собственно как-то что-то из себя там выскабливать не приходится то есть достаточно органично естественно происходит что-то такое супер давай от твоего сольного проекта перейдем к поэтому условно-сайдменским давай вот есть квартира джейли панамагова это современный час как по-другому как бы то есть например твое участие с юрией михайловской где бывают общаются современный и есть например твое сотрудничество саше мазовый где соу и на русском языке называйте как хотите или кто-то назад это словом попса неважно есть и такие это не в данном случае может быть комплимент потому что иногда нам хочется все-таки не чтобы кому-то угодить но чтобы ну это может быть легко воспринимать давай тогда сашей поговорим да саша привет саша здрасте саша мы тебя очень любим насколько много жили панамарова в последних записях саша я надеюсь что достаточно как сказать достаточно и но не слишком много вот то есть но хочется думать что столько сколько нужно это песня вот мы только-только с сашей познакомились и там может быть на первом нашем большом совместном концерте мы ее сыграли то есть это в принципе для меня это практически начало саши и знакомства и сотрудничества там сразу слышно что там поменялось там были какие-то элементы которые саша меня сама просила немножечко как сказать взять свои руки вот и ну я так понимаю что мы в итоге получили какой-то вариант который нам с ней обоим понравился скажи что что на репетиции приносит саша я могу сказать что с каждым годом саша приносит на репетицию все более и более готовый извините опять же за слово продукт но это на самом деле так ну потому что да она в хорошем смысле профессионально очень сильно заматерила за эти годы вот развилась и это в том числе и отражается на степени готовности и скажем так количестве уже ее собственных идей в том числе и арб аранжировки которые уже она приносит скажем так без нашего какого-то участия вот и но песня которую на которой сейчас видео сняли во время чумы в принципе как саша сделалась у себя там в редакторе в какой она там пишет принесла ее мы ее успели до того как всех закрыли разок порепетировать просто на точке и она сразу же вот звучала вот так в принципе как она и звучит сейчас вообще ничего не почему проект саша в мазовом каденса не стала супер ну по множеству причин ну во первых все таки но это не просто не массовая музыка то есть проблема большего аудитории давай так кто ваша аудитория наша аудитория это это вообще какой-то экстракт людей с которыми мне хочется жить в одной стране и наверное их не может быть слишком много не потому что я такой привередливый но просто так получается это как бы не мое мнение это все в принципе в группе чувства потому что когда мы только начинали вот когда мы с петью михеевым присоединились группе у нас было там два ну минимум два года когда мы достаточно активно ездили по стране в том числе и ездили в минск и в киев в том числе то есть да в ближние зарубежья вот и куда бы мы ни приезжали абсолютно неважно как выглядит город то есть мы приезжали и в такие города ну где на улице действительно очень грустно очень кое-где тревожно а в зале картина приблизительно одна то есть это всегда очень приятные какие-то очень не знаю живые люди ну вот с которыми просто приятно находиться в одном помещении для которых приятно играть и от них получаешь заряд чего-то такого очень классного что прямо поднимает настроение надолго оставляет его в хорошем состоянии сашу саму постоянно об этом спрашивают и она говорит что я бы как бы в принципе вот вот этих понятно что всем хочется стадион с одной стороны а с другой стороны стадион понятно что тем кто не собрал стадион легко говорить что мне не нужен стадион это как бы всем известно но так или иначе в общем я думаю что мы все в группе одного мнения относительно того что вот вот этих людей как бы нельзя променять на количество давай поговорим о проекте с юрий михайловской давай как тебе удается переключаться с музыки более современной на музыку более старого и как-то вообще этому научился давай так те вообще кайфово это мне дико кайфово я думаю что это во многом облегчаю задачу потому что мне нравится очень разные музыки и она мне в том числе нравится за счет своих каких-то особенностей вот обращать внимание на эти особенности и относиться к ним с уважением их хотя бы да на каком-то базовом уровне знать и изучать это пошло от андрея контакова которого я учился училище мусоргского и он максимально все явный в хорошем смысле слова и он опять же в хорошем смысле этого слова это пропагандирует и всячески прибивает своим ученикам поэтому в этом смысле я думаю что это как раз одно из тех вещей как которым я именно ему персонально обязан а у кого-то более конкретным вещам каким-то стивилем ты учился набирался я каким-то точечным образом старался обращаться к тем у кого я точно знал что могу чему-то научиться даже там заодно за два занятия то есть там я брал пару уроков у сергея григорьева у андрея зимовца ну вот таких людей которые и это абсолютно точно помогло и на самом деле я думаю что это очень хороший такой вот и доступный способ потому что люди которым есть чем поделиться они как это ни странно обычно этим делятся достаточно охотно вот и мне кажется что особенно молодым музыкантам за это нужно этим пользоваться то есть если они этого человека видят и видят что он не против может быть с ними либо что-то обсудить либо встретиться на частный урок мне кажется обязательно нужно иметь этим пользоваться потому что даже попытка подчеркнуть какую-то информацию чем может быть одну и ту же информацию но из разных источников мне кажется это может быть очень эффективно и каждый что каждый человек все равно немножко по-своему все видит и вот эта возможность немножко рассмотреть казалось бы одно и то же но под разными углами мне кажется может быть очень полезно всем советую ты сейчас сам подержишь училища мусорского бывает что ты падаешь аранжировку как тебе сегодня студент очень здорово они меня очень сильно радует не в том смысле знаешь как внуки радуют бабушек а в том смысле что просто мне очень приятно с ними общаться мне очень приятно видеть что все таки эволюция не остановилась вот это очень здорово я думаю что это в том числе дает надежду на то что и вот это чудесная страна в которой мы живем она в принципе не обречена все таки на вечное страдание потому что люди подрастают совершенно другие и их уже как бы в эту страшную тьму и мрак ничем и это не только касается человеческих каких-то качеств но они в общем как мне кажется действительно им что-то нужно им интересно они что-то хотят и они не только что-то хотят у них что-то еще и получается это очень классно поэтому я получаю большое удовольствие сейчас переключимся и уйдем в далекие времена когда ты провел на кризисном корабле так а сколько лет ты провел я не считал то есть чистого времени не считал чему тебя-то научу очень много слушай я знал язык очень неплохо с точки зрения всего кроме того что необходимо то есть возможности свободно разговаривать то есть я хорошо понимал я нормально писал я был неплохой словарный запас и адекватное какое-то знание грамматики но практического применения вот у этого к сожалению быть на хорошем уровне не могу поэтому именно непосредственно работа в англоязычной компании меня очень быстро привело привела в нужное состояние именно с точки зрения разговорного языка то есть это безусловно плюс очень мультинациональная там команда то есть обычно это там но в среднем там 60 стран это только персонал еще там гости там отовсюду поэтому очень много я узнал именно из первых рук каких-то вообще страшных инсайдов про разные очень интересные национальности потом ну я побывал в огромном каком-то количество стран где ну я бы наверное если бы не эта работа я никогда бы там не оказался то есть ну это тоже очень здорово потом но это просто в сознании меняет понимание масштабов нашей планеты как оказывается совсем небольшой вот когда ты понимаешь что вот все равно все это достаточно компактно особенно когда ты через океанная переходишь на этом корабле и то есть ты как бы смотришь в окошко то есть не то что ты там 8 часов пролетел и типа ты катапультировался телепортировался или еще что-нибудь с тобой случилось а ты непосредственно вот как бы вот по воде это расстояние проходишь там из какой-нибудь условно там из новой зеландии в барселону вот у меня был такой вариант и ты понимаешь что в принципе но это там это можно вот то есть не обязательно там для этого использовать какие-то телепортации вот то есть ты как ты это расстояние физически начинаешь чувствовать что она не такой большой вот потом что еще возможность поиграть музыку кучу музыки которые я бы никогда не знал и вообще ну то есть и это ежедневно происходит потому что приезжает артист солист с папкой нот раздает их оркестру и вечером у тебя концерт а в зале каждый вечер полторы тысячи человек и ты в течение многих-многих месяцев каждый день за исключением выходных играешь для полутора тысяч человек это тоже хорошая практика играешь в очень большой степени с листа поэтому плюсов куча на самом деле минусов совсем немного они тоже есть но насколько я помню последний раз ты ездил уже в том числе как руководитель даже не последний там последние наверное раз 7 то есть я был музыкальным директором задача моя была в том что в мою ответственность входила вся музыкальная программа на корабле то есть не только оркестр это все составы составление для них расписание распихивание их по разным лаунжем ресторанам концертным залом баром и всему этому остальному взаимодействие как бы между ними и директором круиза который там отвечает не только за музыку но и за остальную развлекательную программу вот взаимодействие с офисом который находится в майами и координация в том числе постоянно меняющихся музыкантов и в общем очень много большой объем ну то есть ты уже не играл ты только выбил и в и при этом я играл и ну и руководил непосредственно вот этим оркестром но и оркестр это как бы 9 человек то есть ритм-секция 5 духовых и конечно на играл у наших с тобой квартет есть одно общее звено я даже знаю как его зовут да ему огромный привет андрюха привет слушаем меня снимает семенищев да просто раз не получилось ты знаешь англея очень давно до максимально но не максимально давно ну очень давно вы играли еще когда-то у жанны вот на секундочку объясни мне как ты весят понимаешь феномен андрея пудовко поясни пожалуйста объясню так саксофон это инструмент арки распространенных максимально джазовом мире и саксофонистов даже в городе петербурге очень много и хороших очень много для отличных очень много и есть те кто условно говорят более технично есть те кто более громче играют выше ноты берут и так далее и так далее но андрей пудовко сам обостребованной ну я думаю что причин наверное как минимум две во первых я думаю что он опять же в хорошем смысле немножко более всеядный он действительно любит тоже разную музыку в этом возможно изначально мы с ним так как бы и спелись вот потому что его его и в этом смысле у нас тоже очень много общего он любит разную музыку и он принципе да в этом смысле одинаково как-то к ней подходит в том числе и уважительно на точнее нет такого что вот здесь это серьезно а это вот какая-то фигня и здесь и вообще это как бы сегодня за это платят и я там пошел играть то есть все как бы с профессионально и с должным уровнем какого-то качественного отношения а второе видишь ты просил не растекаться мне не получается чуть-чуть растетись я растекусь нет на самом деле второе она еще лаконичнее есть это не я придумал понятие но мне кажется она очень точно для андрея подходит есть люди которые очень хорошо играют на своем инструменте а есть те которые на нем поют вот андрей поет просто к чему этот вопрос он такой он такой очевидный потому что многие задаются именно вот я занимаюсь вот я учу фразы вот я делаю то вот я делаю это вот я работаю со звуком а почему не получается вот и мне кажется это ответ а скажи как сейчас занимаешься ты я занимаюсь опять же к счастью для меня модель то занятий которая мне наиболее удобно она собственно ну как-то работает попытаюсь объяснить мне удобнее всего заниматься чему-то то есть не просто вот я сижу и занимаюсь но я непосредственно преследую какую-то цель то есть у меня там грядет какой-то конце это запись в это событие там репетиция может ура во-первых моменты любые мотивационные сразу отпадают что тебе не нужно придумывать себя потом как-то подгонять потому что у тебя просто стоит задача у тебя есть план и ты его придерживаешься и соответственно пока есть поводы вот эти вот которым нужно готовиться никаких нету вопросов точно не возникает вопрос чем не заниматься то есть я знаю чем вот вот этим вот этим вот этим вот этим и соответственно у меня мои занятия и то как они проходят и чем не занимаюсь они просто непосредственно связано с моим расписанием. К сожалению, в этом году не состоится джаб и состоится он, точнее, он состоится, он произойдет онлайн. Когда был, по-моему, джаб два года назад или три, ты видел самого Херби рядом с собой. Что он для тебя, что для тебя Херби Хэнкер? Это был Международный День Джаза. Это был Международный День Джаза. И так как мы участвовали в концертной программе, не в гала-концерте, но в фестивальной концертной программе, нас пригласили на такой вот закрытый вечер уже после окончания, где мы, собственно, с замиранием сердца проходили между столами с бокалами вина. И просто, ну, это было что-то такое... Я не думаю, что я вот подобные ощущения испытывал когда-либо до этого. Потому что ты идешь, а здесь там сидит Херби Хэнкер. И ты ждешь, когда он встанет, чтобы к нему подойти и сфотографироваться. А здесь к тебе там подходит за стол Роберт Гласпер. Вот. То есть, вот мы стояли там с Песи Михеевым, с Сашей Алмазовым, с Андреем Половко. Просто подходит Роберт Гласпер с бокалами, спрашивает, ребята, а где тут все так официально? Где у вас тут, говорят, джем какой-то есть? Потом все это закончилось тем, что мы поехали на шляпу, да? То есть, вот такие моменты. А возвращаясь к Херби Хэнкоку, ну, это вот из ныне живущих, мне кажется, ну, еще учитывая, да, то, что, в принципе, он еще и пианист, помимо того, что он сделал вообще для музыки. Ну, это вот, пожалуй, из ныне живущих, наверное, вот такая глыба, наверное, таких каких-то вообще космических масштабов. Вот. И он, в принципе, все продолжает творить. И вот, да, это был какой-то момент такой, что вот удалось... Мы подождали, пока его кто-то другой потревожил. Он встал, мы вот к нему подошли, у меня есть фотография дома с Херби Хэнкоком, и мы сказали ему спасибо за все большое. Назови пять своих любимых пианистов прямо из головы, не задумываясь. Ну, начинается. Нет, ну, слушай, ну, Херби Хэнкок, Петручани, Лайл Мейс, Билл Эванс, Брэд Мэлдов. Офигенная компания. Кенни Кенни Барм. Он не влез, извини. Он... надо. Надо. Шестым. И трех музыкантов, которые на тебя повлияли больше всего? Брэд Мэссини. Тройной. Оказавшись перед этим, что ты ему скажешь? Я спрошу, почему с того года, когда мне было, по-моему, два, он ни разу не приехал с концертом в мою прекрасную родину? Спасибо, Женя. Спасибо, Лева.